друзья мои всем привет также приветствую всех гостей своего канала сегодня мы начнем вязать штаны для тех кто только присоединился на данный момент я вяжу вот такой костюм для своего сына на росту 10 сантиметров байка уже готова она как раз у меня на столе такой воротничок карман кенгуру я кстати его не подшивала мне больше так нравится и удлиненная спинка ссылку на байку оставлю в описании под этим видео вы легко с ней справитесь подставите только свои мерки и свою плотность вязания она полностью соответствует моим планам и расчетам пряжи я использую alize cotton baby soft здесь 100 граммах 270 метров и по составу 50 на 50 хлопок с акрилом она очень мягкая не колючая хорошо зарекомендовала себя в носке она не вытягивается спицы нам потребуется основные три с половиной миллиметра и дополнительная троечка у меня по две пары спиц одни укороченные на тросике 40 сантиметров эти на тросике 80 сантиметров штаны я буду вязать техники magic loop если вы этой техникой не владеете тогда вам потребуется еще чулочные спицы счетчик рядов маркировочные кольца дополнительная бросовая нить контрастного цвета желательно по толщине такая же как и основная также потребуется резинка у меня ширина резинки два с половиной сантиметра резинки нам потребуется столько сколько обхват талии у ребенка у моего ребенка 54 сантиметра резинки мне потребуется 53 и резиночку предварительно нужно сшить чтобы шов такой был плоский у штанишек будет шнурок но шнурком мы еще не умеем пользоваться поэтому скорее всего шнурочек будет для декора так по-моему все сказала теперь давайте по меркам обхват талии у моего ребенка 54 сантиметра это значение нам нужно для резинки обхват бедер 61 сантиметр если вы вяжете штаны на ребенка который носит памперс тогда обхват бедер и все остальные мерки вы снимаете с учетом памперса задняя средняя линия 21 сантиметр без пояса передняя средняя линия 19 сантиметров без пояса сейчас расскажу мерки а потом на детских штанишках покажу как их снять высота ноги внутренние 45 высота изделия от талии до 100 то есть общая высота изделия 61 сантиметр обхват ноги самом широком месте 33 сантиметра и обхват ноги внизу щиколотка этого значения у меня пока нет плотность моего вязания в одном сантиметре 2,27 петли в высоту в одном сантиметре 3,3 ряда кстати если у вас нет возможности снять мерки с малыша можете поискать в интернете таблицу взять эти значения оттуда или также как и я взять штанишки которые носит ребенок сейчас добавить немного длины и свободы облегания если вы вяжете штанишки на вырост задняя средняя линия вот она от талии до нижней части ягодиц без учета пояса общая высота пояса будет 7 сантиметров мы будем складывать его пополам поэтому сколько три с половиной получается передняя средняя линия 19 сантиметров у меня также без пояса внутренняя высота и вот она и общая высота изделия от талии до стоп у меня 61 сантиметр те кто следят за каналом уже знают все расчеты я делаю поэтапно поэтому сейчас мы рассчитаем количество петель для набора берем обхват бедер не забываем про памперс и добавляем свободу облегания я добавлю 5 сантиметров думаю этого будет достаточно 66 перевожу в петлю умножая на плотность вязания и получаю 14982 150 петель количество петель для набора должно быть кратно четырем поэтому я добавила еще две петли 152 получилось высота пояса общего же говорила 7 сантиметров делю пополам и получают две части по три с половиной сантиметра первую часть мы будем провязывать неизменно а во второй сделаем отверстие для шнурочка берем спицы 3 миллиметра бросовую нить и классическим способом на одну спицу набираем необходимое количество петель дополнительную петлю для замыкания круг набирать не нужно дополнительную нить можно обрезать смотрим чтобы нигде у нас ничего не перекрутилась берем пряжу основного цвета и начинаем провязывать первый ряд полностью лицевыми петлями придерживаем хвостик ничего соединять не нужно провязываю первую петлю лицевой и отмечаю это место маркером начало ряда последняя петля довязала до маркера и дальше перехожу на резинку один на один здесь нам потребуется счетчик рядов мы сейчас будем провязывать первую часть резинки три с половиной сантиметра и отмечать три двеносчетчики вторая часть резинки должна быть такая же как и первая столько же рядов перебрасываю маркер 1 лицевая классическая изнаночная у меня бабушкина 1 лицевая 1 изнаночная я провязала половина пояса 3 с половиной сантиметра вот они у меня получилось здесь 13 рядов сейчас мы будем провязывать вторую половинку но прежде сделаем фиксированный отворот для этого я провяжу полностью круговой ряд изнаночными петлями лицевую петлю я провязываю бабушкиной изнаночной изнаночной и так и провязываем за дальнюю стенку а теперь обнуляем счетчик и продолжаем вязать вторую половину пояса столько же рядов у меня 13 вот этот ряд изнаночными петлями я не учитываю также во второй части у нас будет отверстие для шнурка поэтому провязываем половину повторюсь у меня 13 рядов я провяжу сейчас шесть и в седьмом сформируя эти отверстия есть еще один момент здесь во второй части я поменяю петли местами над лицевыми я буду провязывать изнаночные а над изнаночными лицевые петли когда мы будем складывать пояс вдвое вот так лицевые дорожки попадут в изнаночные а изнаночные в лицевые так бой пояс будет менее объемный первая петля у меня была лицевая значит сейчас я провязываю изнаночную 2 изнаночная провязываю ее лицевой за дальнюю стенку изнаночная также за дальнюю стенку лицевая седьмой ряд и в этом ряду мы сформируем отверстие для шнурочка отверстия должны располагаться по центру передней части поэтому общее количество петель я делю пополам и получаю 76 каждая спинка и передняя часть снова 76 делю пополам чтобы выделить центр передней части и получаю 38 петель начало вязания у меня вот здесь это будет спинка это передняя часть сейчас нам нужно провязать петли спинки и дойти до центра передней части от начала маркера провязываем 76 петель и отмечаем это место маркером делим наше вязание пополам провязали петли спинки отмечаем маркером теперь от этого маркера отсчитываем 38 петель и также отмечаем маркером центр передней части выделили центр продолжаем вязать не довязывая до маркера 4 петли 4 петли до маркера первое отверстие я делаю накид а следующие две петли провязываю вместе классической лицевой изнаночную петлю я разворачиваю и провязываю вместе за ближнюю стенку изнаночная лицевая я заменю маркер после маркера мы провязываем 2 петли здесь у нас накид и 3 петельки после маркера 2 для того чтобы отверстие были аккуратно и красиво изнаночная лицевая накид и 2 петли вместе классической лицевой изнаночную разворачиваю довязываем 7 ряд и провязываем еще 6 рядов накида провязываем по узору перед накидом у меня лицевая петля значит накид провязываю изнаночной лицевая изнаночная лицевая маркер не убирайте он нам еще нужен будет центр передней части изнаночная лицевая накид изнаночная вторая половина пояса готова и теперь мы переходим к самому неприятному моменту для меня нам нужно удалить контрастную нить и собрать все петли на спицу оттягиваем слегка вот эту бросовую ниточку добавляем петлю на спицу можно например 2 добавили петли на спицу и теперь уже удаляйте нить чтобы не растерять петли заходите в петельки желательно сзади с изнанки и последняя петля вот этот хвостик нити можно зафиксировать при помощи крючка здесь чтобы она не распускалась первая петелька дальнейшем мы спрячем этот хвостик в пояс я здесь просто зайду в петельку подхвачу эту нить и затяну количество петель которые мы собрали должно равняться тем петлям которые у нас уже есть на спицах теперь мы складываем наш пояс пополам вот моя рабочая нить вот дополнительная спица одну спицу правую я вытягиваю а на левую сдвигаю петельки теперь мы будем соединять петли провязывать 2 вместе здесь берем резинку которую мы заранее подготовили и закладываем между вот этих петелек вовнутрь можно заложить часть резинки остальное в процессе находим рабочую нить но у меня здесь закопалась с резинкой эту спицу троечку я также подтягиваю и перехожу на спицы три с половиной миллиметра лицевую петлю я провязывала классическую как бы за переднюю стенку поэтому мы берем лицевую с одной пары спиц за переднюю и со следующей пары спиц также за переднюю стенку и провязываем их вместе изнаночная петля у меня была бабушкина поэтому чтобы она не перекрутилась эта петля мы ее берем не за ближнюю стенку а за дальнюю с дополнительной пары спиц берем петлю за переднюю стенку лицевую за переднюю одну и за переднюю вторую петлю и провязываем вместе изнаночную петлю за дальнюю стенку со второй пары спиц за ближнюю лицевые за ближнюю две вместе изнаночную за дальнюю а эту петлю за ближнюю стенку чем дальше мы провязываем тем полегче смотрите вот наши отверстия для шнурочка какие аккуратные маркировочные кольца сохраняем на своих местах на спицах у меня осталось по две петли вот этот хвостик который у нас осталось мы его делаем покороче обрезаем и заталкиваем вовнутрь прячем спрятали и соединяем последние петельки возвращаю на место маркер начало ряда я его поменяла на более яркий на этом пояс мы сформировали и переходим к ростку росток это разница между спинкой и передней частью в начале видео я показывала как снять мерки заднюю среднюю линию и переднюю среднюю линию разница между этими линиями и есть росток задняя средняя линия у меня 21 с хвостиком я взяла 22 сантиметра передняя средняя линия 19 получается 3 сантиметра это и есть мой росток перевожу в ряды умножаю на плотность вязания и получаю 9 и 9 округлила до 10 четное количество 10 обратно поворотных рядов мне нужно провязать чтобы получить росток 3 сантиметра у нас будет 5 лицевых и 5 изнаночных рядов нам нужно значит выделить 10 точек разворота на спинке росток я буду вывязывать только на петлях спинки для этого общее количество петель 152 я делю пополам у меня получается 76 передняя часть и спинка и дальше 76 петель спинки нужно разделить на 10 вот этих частей 76 поровну не делится поэтому я беру 70 делю на 10 получается каждая часть 7 петель и 6 петель у остатки эти 6 петель я равномерно раскидаю я нарисовала здесь петли спинки этот центр и вот мои 1 2 3 4 5 точек две точки у меня будет это середина нашего вязания то есть те маркеры которые делят мое вязание пополам вот один и вот второй это петли спинки сейчас мы их будем делить одна точка и вторая уже есть давайте я распишу 7 7 7 7 и 7 вот так вот у меня получилось 5 частей в одну сторону по 7 петель 5 частей в другую и эти 6 петель которые у меня были в остатке я также раскидала добавила в одну сторону каждой части по одной петле и в другую сторону и у меня получается здесь 8 8 8 и 7 7 получается 3 части по 8 петель и две части по 7 надеюсь здесь понятно 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 вот эти две части которые ближе к центру спинки мы их объединим в одну то есть по центру спинки у нас здесь будет 16 петель часть теперь смотрите каким образом мы будем вывязывать росток новая схема красным фломастером у меня отмечены лицевые ряды зеленым изнаночные начало ряда вот она вот наша спинка от начала ряда мы будем вязать провяжем 5 частей дойдем до центра спинки и провяжем 8 петель развернемся и зеленый фломастер изнаночный ряд провяжем снова центр и дойдем вот до следующего поворота вот таким образом мы будем вывязывать сейчас росток можете сделать скриншот сейчас нам потребуется маркировочные кольца я возьму обычные скрепки и сейчас мы выделим все наши развороты схема перед нами наши расчеты начало ряда у нас идет две группы по 7 петель отсчитываем 7 петель 2 4 6 7 и отмечаем маркером чтобы не запутаться следующие 7 2 4 6 7 отмечаем дальше у нас три группы по 8 петель 2 4 6 8 третья группа из 8 петель и центр спинки я отмечу желтым маркером теперь от центра три группы по 8 2 4 6 8 и две группы по 7 петель отмечаем и последняя группа проверяем 2 4 6 7 7 петель выделили все развороты вот что у нас получилось и теперь начинаем провязывать согласно нашим расчетам начало ряда нам нужно провязать до центра 5 частей и от центра провязать еще 8 петель здесь я перехожу на лицевую гладь все петли вяжем лицевыми маркировочные кольца сохраняем на своих местах центр спинки желтый маркер и от центра провязываем еще 8 петель 4 5 6 7 и 8 это наш первый поворот маркер этот можно убрать уже разворачиваемся первую петлю я снимаю на правую спицу не провязывая нить отвожу назад и подтягиваю вместо одной у меня получилось двойная петелька и начинаем провязывать изнаночный ряд вяжем до следующего нашего разворота провязываем центр и вот эти вот 8 петель я провязываю изнаночные петли классическим способом если вы вяжете изнаночные бабушкиным способом вот таким вот образом то последнюю петлю перед маркером провяжите классической захватывая нить сверху предыдущем видео когда мы вязали байку я об этом уже говорила дошли до маркера убираем его и разворачиваемся лицевой ряд теперь мы провязываем все вот эти петельки доходим до центра и довязываем до следующего маркера нить я набрасываю на спицу и первую петлю снимаю не провязанной точно так же затягиваю хорошенько опять двойная петля центр спинки поменяю маркер этот маркер нужно будет сохранить центр спинки довязала до двойной петли вместо нашего поворота двойную петлю провязываем за две вот эти ниточки заходим довязали до маркера убираем его разворачиваемся и провязываем теперь изнаночный ряд до следующего маркера вот до этого первую петлю снимаю не провязанной и затягиваю ниточку двойная петля в изнаночном ряду точно также провязываем ее за две нити вот так вот изнаночный довязываем до маркера убираем его разворачиваемся лицевой ряд теперь довязываем до следующего маркера нить набрасываю первую петлю снимаю не провязанной затягиваю двойная петля снова за две нити 2 6 7 и 8 убираем маркер разворачиваемся изнаночный ряд довязываем вот до следующего маркера снова двойная петля в изнаночном ряду еще разок покажу за две нити провязываем ее изнаночной хорошенечко подтягиваем нить убираем маркер провязываем до следующего маркера убираем последние маркера маркер вот эти два маркера мы убирать не будем их нужно оставить эти маркеры делит наше вязание пополам снимаем первую петлю не провязанной и вяжем лицевой ряд вяжем вот до этого синенького маркера довязали до маркера его оставляем разворачиваемся и вяжем последний изнаночный ряд до начала ряда вот до этого оранжевого маркера довязали до маркера наш последний разворот он же означает начало нашего ряда оставляем его разворачиваемся и мы вышли на вязание по кругу росток готов середина спинки давайте его померяем вот они наши три сантиметра все соответствует расчетам дальше я продолжу вязать лицевыми петлями по кругу без изменений на высоту 15 сантиметров передняя средняя линия у меня 19 сантиметров 4 я оставляю на формирование ластовицы от общей длины передней линии отнимаю эти 4 сантиметра у меня остается 15 я буду вязать просто лицевой гладью вы можете по краям добавить какой-то узор например платочный чередовать лицевые петли с изнаночными или добавить другой цвет вывязать лампасы я очень хотела сделать лампасы но у меня к сожалению не достаточно пряжи я боюсь чтобы не не хватит возможно вот здесь в конце я добавлю голубой цвет чтобы сделать штанишки немножко повеселее теперь провязываем каждый свою высоту первую петлю точно также снимаем не провязанной и затягиваем нить на этом я буду заканчивать свою болтовню это будет у нас первая часть те кто следит за каналом знают видео максимально подробные и очень сложно собрать все эти фрагменты в одно целое видео очень долго загружается обрабатывается первой части мы с вами сделали все самое сложное сформировали пояс росток дальше будет попроще во второй части мы вывяжем ластовицу разделим вязание на штанишки покажу как добавить другой цвет а также как закрыть петли манжета резинку один на один при помощи иглы те кто сомневается начинать вязать или нет можете подождать вторую часть я надеюсь с первой частью вы разобрались у вас все получилось если все-таки остались какие-то вопросы пишите в комментариях я по возможности на них буду отвечать в общем я с вами не прощаюсь до встречи во второй части